Здравствуйте, меня зовут Тарапат Ирина Сергеевна и я тренер спортивной школы Прибой. А это воспитанница Пащенко Дарья. И сейчас мы вам покажем первое упражнение для тех, кто хочет научиться на коньках кататься. Руки в стороны и поднимаем колено высоко, идем по льду. Следующее упражнение называется саночки. Показывай. А дальше нам нужно научиться тормозить. Давай. И, конечно, нужно знать, как правильно падать. Сейчас мы вам покажем. Саночки и на бок. Самое сложное – это держать равновесие. Потому что дети привыкли, что опора под ними стоит твердо. Когда они выходят в коньках на лед, они катятся. Они теряются и боятся очень упасть. Поэтому самое главное – это, наверное, какую-то поддержку найти. Либо специальное оборудование использовать, чтобы опираться на него, либо держаться за бортик руками. У нас замечательные условия для тренировок. И очень много детей занимаются. И попадают и в сборные области. И много соревнований выигрывают. В Тюмени с нынешнего года заработало новое направление реабилитации – ипотерапия. В первую очередь она предназначена для людей с ограниченными возможностями. Особенно для детей. Смысл прост. Верховая езда помогает не только держать в тонусе, но и развивать те группы мышц, которые не задействованы в повседневной жизни. Импульс бега лошади имитирует человеческий шаг, за счет чего эти движения оказывают массирующее воздействие на позвоночник. Занятие ипотерапии подстегивает работу вестибулярного аппарата, а значит и улучшает равновесие. Это уже не говоря о развитии коммуникативных навыков. Как-то с лошадью, как-то более контакт идет свободный, поэтому ребенок и чувствует себя с ней раскрепощенно. Пока в Тюмени ипотерапией занимается порядка 20 человек.